В данном видео мы с вами рассмотрим три Божьих постановления о нормах питания, три закона о пище. Данные законы Бог давал в течение периода Ветхого Завета. Они записаны в книге Танах или же в книгах Ветхого Завета. Постановление номер один Бог дал при сотворении человека. Постановление номер два Бог дал после потопа. Постановление номер три Бог определил в законе Моисея. Давайте более подробнее теперь рассмотрим каждое из этих постановлений. Первое постановление Бога о пище находится в книге Бытие, первая глава с 29 по 30 стих. И сказал Бог, вот я дам вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающему по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную пищу. В данном тексте все видно, что Бог определил человеку пищу, всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого есть плод древесный. Всем же остальным, то есть зверям, птицам, пресмыкающимся, Бог определил в пищу всю зелень травную. Таким образом, все живые существа ели пищу растительного происхождения. Интересно то, что зелень травную Бог не определил человеку в пищу, и, судя по всему, человек этим в тот период не питался. Точно так же и весь животный мир не питался травой, сеющей семя, древесными плодами со всякого дерева. После потопа Бог постановил второй раз о пище для человека. И это постановление записано в книге Бытие, 9 глава, с 1 по 7 стих. Давайте рассмотрим данный текст. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движищее, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу и от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Ибо человек создан по образу Божьему. Давайте для начала более подробно рассмотрим второй и третий текст. В данном тексте следует обратить внимание на выражение «Все движущееся, что живет, будет вам пищу». Что включает в себя все движущееся, что живет? Текст, который находится выше, об этом нам с вами и говорит. Под выражением «все движущее, что живет» подразумевается «все звери земные», «все птицы небесные», «все, что движется на земле», «все рыбы морские». То есть данные существа отданы в руки человека, и они же будут служить человеку пищей. А также, как дополнение, Бог говорит, что «и зелень травную даю вам». Вспомните, в первом постановлении Бог предназначил зелень травную только для животных, не для человека. То здесь, во втором постановлении, уже и зелень травная также предназначается для человека. Если под выражениями «все звери земные» — это номер один, «все птицы небесные» — номер два, и «все рыбы морские» — номер четыре, понятно, кто имеется в виду, то кто подразумевается под выражением номер три — «все, что движется на земле». В данном тексте стоит еврейский глагол «рамас», который переведен словом «движется». Согласно еврейско-халдейского темологического словаря Штейнберга, еврейский глагол «рамас» имеет значение как «щупать ногами», «ползать», «присмыкаться», «двигаться», «шевелиться». Другими словами, данный текст или данный глагол указывает на насекомых. Таким образом, второе постановление Божие о пище включает в себя, что Бог разрешает или повелевает человеку кушать всех зверей земных, всех птиц небесных, все, что движется на земле, то есть всех насекомых и всех рыб морских, а также всю травную зелень. Обратите внимание, что здесь не используется различие в животных или деление в животных на чистых и нечистых. Здесь Бог позволяет кушать всех без исключения, весь животно-растительный мир, и чистый, и нечистый. В третьем тексте об этом прямо и говорится «все движущееся, что живет». Другими словами, любое живое существо, которое движется, Богом позволяется использоваться пищу. Итак, третье постановление Божие о пище находится в книге Левит 11 главе. Давайте рассмотрим более подробнее. Обзор данной главы мы с вами начнем с последних стихов. Это 46 и 47 стих. Здесь написано так. «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать чистое от нечистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых нельзя есть». Мы с вами видим, что в третьем постановлении, или в третьем законе Божьем о пище, Бог вводит определенные ограничения. Если во втором постановлении о пище можно было кушать всех животных, то в третьем постановлении Бог уже ограничив, и Он делает разграничения на чистых и нечистых животных, и указывает или постановляет то, что можно кушать только чистых животных. И в данной главе, в одиннадцатой главе книги Левит, Бог приводит признаки и критерии, по которым древние люди должны были делать разграничения, или отличия, отличать чистых животных от нечистых. Во втором и третьем стихе Бог дает критерии различия для зверей. Здесь сказано так. «Вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и которые живут жвачку, ешьте». Там дальше продолжаются критерии, вы можете поподробнее почитать сами, если у вас есть такое желание. С девятого текста Бог дает критерии для рыб и водоплавающих птиц. «Из всех, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте». С тринадцатого по девятнадцатый текст Бог говорит о птицах. «Из птиц же гнушайте сих орла, грифа или морского орла, коршуна, сокола и т.д.» Из двадцать первого по двадцать третий текст Бог говорит о критериях для насекомых. «Из всех присмыкающихся, крылатых, то есть из всех насекомых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голень и высший ног, чтобы скакать ими по земле, сих ешьте. Из них саранчу с ее породами, салам с ее породою, харгол с ее породою, хагап с ее породою и т.д.» Следует отметить такой интересный момент, что в этом третьем постановлении или законе Божьем о пище мы не находим критерия для растительной пищи. Судя по всему, растительная пища, трава, сеющая семя, деревья с плодами древесными автоматически переходит в статус разрешенных в третьем постановлении и с постановления номер два. Итак, давайте теперь подведем небольшие итоги. Мы видим, что в Пятикнижии Моисеевом содержится три Божьих постановления или три закона, или три закона Божьих о пище. Первый закон Божий о пище был дан с самого начала сотворения человека. И человеку было позволено кушать траву, сеющую семя, и деревья с древесными плодами. Зелень же, как мы помним, была предназначена для животного мира. Данное постановление действовало до потопа. Согласно библейских текстов, это время длилось примерно 1656 лет. То есть достаточно большой период люди кушали траву, были вегетарианцы. После потопа произошли определенные изменения, как в животном, растительном мире, так же и в человечестве, и на самой земле. И, судя по всему, поэтому было дано второе постановление Божие о пище. Второй Божий закон. Второй закон Божий включал в себя уже позволение кушать всех животных, всех зверей, всех птиц, всех насекомых, всех рыб, а также и травную зелень, которая ранее была предназначена только для животного мира. Действие этого закона длилось от окончания потопа до того момента, когда был дан закон Моисеев. Как мы сами видим на диаграмме здесь, это примерно длилось около тысячи лет. И опять-таки следует учитывать, что закон Моисеев в первую очередь был дан еврейскому народу. А это значит, что второе постановление Божие о пище действовало во всех языческих народах еще очень длительное время. И, наконец, третий закон Божий или третье постановление Божие о пище было дано в законе Моисея. В данном постановлении вводилось определенное ограничение. На основании данных Богом критерий звери, птицы, насекомые и рыбы различались на чистые и нечистых. И кушать позволялось только чистых. Третий Божий закон о пище действовал до пришествия Иисуса Христа примерно около 1100 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok